МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе Автопатруль 112. Ночная авария на Луговой. Виновник сбежал, бросив свой автомобиль на рельсах. В находке мужчина упал с 20-метровой скалы. На третий рабочий юный велосипедист угодил под легковушку, с размаху выехав на проезжую часть. Спровоцировал ДТП и сбежал, бросив машину. Водитель Митсубиси Диамант, ночью двигаясь с луговой на Боляева, не успел оттормозиться перед остановившейся для поворота Тойотой Приус. Ударив гибрид, рулевой Диамант решил скрыться с места ДТП. Пытался отъехать, сдав назад, но оказался на трамвайных путях и застрял. Авто пришлось оставить, а водитель все же покинул место ДТП, хоть и на своих двоих. Водителя Приуса увезла скорая. Сотрудники ГИБДД приступили к розыску беглеца. Юный велосипедист, который с размаху выскочил на проезжую часть, попал под колеса в Хонде Фит. Водитель заметил велосипедиста слишком поздно. Он успел затормозить, но все же уронил ребенка на землю. Мальчик не получил ни единой травмы, лишь испугался. Скорую участники ДТП не вызывали, разошлись мирно. Гуссурийский на Волочаевской водитель автобуса с пассажирами, объезжая пробку, промчался по встречной полосе, лишь чудом не зацепив ни одну из встречных машин. Люди в салоне, конечно, не на шутку испугались. Две Тойоты, Аква и Вольц, не смогли поделить дорожное полотно на Золотом мосту. Оба ехали из центра на Чуркин. Машины встретились, когда Аква решила перестроиться из среднего ряда в правый, где двигался Вольц. Ударив кроссовер, хэтчбек улетел в Лиера. Люди целы, о машинах этого не скажешь. Всего по данным Краевой госавтоинспекции, за минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 52 ДТП. Пострадали 8 человек. К счастью, погибших нет. Повреждено 91 транспортное средство. Полицейские нашли водителя, который скрылся с места смертельной аварии. Напомним, рулевой седан, двигаясь с Горького на Ленинградскую, выехал на перекресток и не уступил дорогу Филдеру, идущему по главной. Универсал улетел с дороги и врезался в гараж. Водитель Филдера погиб. Полицейские разыскали виновника. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель, да еще и без прав. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Фигуранту уголовного дела грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Автомобилисты, едущие по трассе А370 Уссури, могли наблюдать интересную картину. Красный самосвал освобождает кузов от груза прямо на полосе движения. Как пишут очевидцы, вероятно, водитель побоялся, что не пройдет весовой контроль. И чтобы избежать штрафа за перегруз, который, кстати, может достигать 300 тысяч, мужчина решил разгрузиться прямо на проезжей части. 50-летний житель поселка Авангард неудачно погулял по скалам, расположенным в гухте 2-й прибойной. Поскользнувшись, он рухнул с 20-метровой высоты на каменный берег. На выручку подоспели специалисты поисково-спасательного подразделения ГОЭЧС. Мужчину с множественными травмами передали бригаде скорой. В Артеме полицейские проверили места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также объекты, на которых они работают. 35 мигрантов доставили в отдел. В итоге семерых мигрантов обязали покинуть пределы страны самостоятельно. Еще пятерых будут депортировать принудительно. Остальные отделались штрафами за нарушение правил въезда и пребывания в Российской Федерации. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон? Присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова